Что на деле представляет из себя проект «Колубель надежды» выясняла Ольга Пырочкина. Сегодня в группе раннего развития социально-реабилитационного центра рассказывают сказку «Колобок». Дети с интересом слушают воспитателя, рядом счастливые мамы, и все хорошо. Однако в центре мамы и дети оказались не случайно. У каждой из женщин своя непростая жизненная ситуация. У меня двое детей, так получилось, что я их воспитываю одна. Помогает нам, конечно, бабуля в первую очередь. Ей очень большое спасибо. А еще, конечно, большая помощь от социального центра. Мы сюда ходим три раза в неделю. Юле очень нравится. Когда говоришь, Юля, пойдем детками играть? Да, пойдем. Она воспитательниц очень привыкла. Здесь с нами занимаются очень хорошие педагоги, занимается логопед, психолог. Проводится музыкальное занятие. Это почти детский сад, только мамы рядом и неполный рабочий день. Дети приходят только на два часа, потому что это для них уже достаточное время для привыкания к среде. И сразу мы начинаем с зарядки. Потом уже у нас определенные занятия. Все в игровой форме проходит занятие. По окружающей среде. По речевой деятельности. Пока дети заняты, мамы знакомятся друг с другом, получают консультации психолога. Группа раннего развития – одно из направлений программы «Колыбель надежды». В Чебоксарах ее запустили в 2007 году. Основная цель – профилактика социального сиротства. В основном у нас задействованы три группы. Это будущие мамы, которым наши семьи вместе с медицинскими работниками ходят на патронаж, то есть консультируют по социальным вопросам, по вопросам возможности социального обслуживания, а также по вопросам профилактики младенческой смертности от внешних причин. Вторая группа – это уже мамы с детьми до трех лет, которые ходят к нам либо на консультацию психолога, дефектолога нашего учреждения, либо в группу раннего развития. И третья группа – это подростки 12-18 лет. В основном те, которые проходят у нас непосредственную реабилитацию в стационаре. Это подростки, которые уже имеют негативный опыт семейного воспитания, и мы как бы пробуем создать новую модель их поведения, чтобы они не повторили модель своей предыдущей семьи в будущем. Программу «Колыбель надежды» уже оценили участники конкурсов социальных проектов. У нее есть последователи в других городах России. Ее поддерживают различные общественные фонды, но главный результат уже достигнут. Женщины начинают понимать, что значит в ее жизни ребенок. И как важно любить друг друга, несмотря ни на что. А помощь всегда рядом. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика.